Доброго времени суток, уважаемые любители спорта. Это подкаст без вратарей. Меня все еще зовут Павел Сергеевич. И напротив меня сегодня легенда омского женского баскетбола Елена Мишкарева. Елена, привет. Здравствуйте. Ты знаешь, я готовилась к нашей сегодняшней программе, поднимала информацию. Ну и как бы сейчас я попытаюсь ее озвучить. А ты мне скажешь, правда это или нет. Согласен. Итак, мы говорим Мишкарева, подразумеваем нефтяник. Говорим нефтяник, понимаем, что это Мишкарева. Правильно? Наверное. Согласна? Согласна. Согласна. Итак, большой взрослый баскетбол в 15 лет пришла. Это был 2002 год. Но играть начала в 2004. Верно? Получается 17 сезонов за нефтяник. И это рекорд. Никто больше не играл. Сейчас мы озвучим еще цифры. Значит, проведенных матчей 564 и набранных очков 5156. Лен, это вау на самом деле. Правда. Я преклоняюсь перед такими результатами. Ты просто герой. Для меня, во всяком случае, ты реально герой. Ты легенда. Ну и сразу возникает вопрос. Каково жить легендой? Ощущать себя легендой? И вообще ты ощущаешь себя легендой или нет? Нет, не ощущаю. Нет, ну, как бы сколько раз я не ходила куда-то там. Или была бы это передача, было бы это радио или еще куда-то там. Не знаю, делали интервью множество. Никогда такого не было, что вот там, вау, легенда. Мне просто приятно, что люди смотрели, люди ходили, люди знают, люди помнят. Это очень здорово. Мне такой маленький плюсик. Бонус. Просто приятно. Просто бонус. А сейчас давай начнем с чего? С детства. Как Елена Мишкарева вообще попала в баскетбол? И почему именно баскетбол? Ну, рассказывала не раз историю. Это да, и детям рассказывала, и куда мы ездили тоже. Достаточно активный ребенок. В детстве я была очень активной. У меня есть брат у нас. Брат с сестрой, брат старше. Ну, вот брат, как-то у него характер больше спокойнее. Мы с ним абсолютные противоположности. То есть у меня был пацанячий характер. Я лазила по деревьям, я лазила по чердакам, я перелазила все подвалы. Где я только не была, Господи. У меня родители, наверное, если бы все знали, бы, наверное, за голову схватились. С утра до вечера я бегала, все время играла на улице. Летние времена я всегда с ободранными коленками была. Играла только с пацанами, дралась с пацанами. И тут просто что-то с чем-то было. Ну, и, конечно, хотелось чем-то заниматься. Родители работали, как и все в то время работали. И немножко было некогда. У нас был двор, у нас был разношерстный коллектив там, и все друг с другом играли. Водить далеко куда-то в кружки некому было. Все работали. И у нас был дом, рядом была школа 69-я, гимназия. Рядом 69-я гимназия была зешор номер 9. Это школа Олимпийского резерва по баскетболу. То есть получается дорожка прямая. Как-то к нам в третьем классе пришел тренер из девятки и сказал, урок физической культуры, мы забираем детей, вот они должны посмотреть, нам нужны новые таланты, там номер набор. Мы пошли туда, как сейчас помню, мы заходим, огромный-огромный зал. Ну, я была маленькая, ростом, естественно. Мы заходим, а там парни тренировались. Я такая маленькая, все огромные, мячи большие. Мы такие зашли в этот зал. Глаза вылупили, ну, было очень круто. Ну, у нас были маленькие, зал мы там позанимались. Я пришла, я говорю, я буду, буду ходить. Мама, водить далеко, возить кому? Я говорю, не надо сама, все. Хочешь, ходи. Ну, и все, я попала так именно в эту баскетбольную школу. Мне все понравилось, я стала заниматься. Я даже двумя руками до кольца не добрасывала изначально. Вообще, я не знаю, на год я вообще до кольца не добрасывала. То есть получается, что только баскетбола, никаких других вариантов у тебя и не было? Я ходила на танцы. А музыка? На бальные, на танцы. Пианино нет? Нет, музыка, музыкальные инструменты нет. Я ходила на руссконародные пения, танцы, да. Но я играю на ложках на деревянных. Ух ты! Серьезно? Ну, да, умею. Мы играли, танцевали и тщетку убивали. Интересно. Ну, то есть я как-то по-русски народному тоже мне нравилась. Я ходила, но это было занятие от школы. А мама с папой спортом занимались? В принципе, у тебя семья была так спортивная? Или же это вот как-то вот только на тебе? Мама у меня хорошо стреляет. У него, по-моему, первый разряд по стрельбе. Здорово. Да, все. Больше никто. Понятно. Когда закончили мы дешевр номер 9, был выпуск. Я даже не думала, что я пойду куда-то дальше заниматься. Для нас это было такое же окончание школы, как обыкновенная школа. То есть вот нас все распустили. У нас был потрясающий коллектив, потрясающий тренер Масла Слава Николаевна. Наверное, больше воспитания, либо коллективизма какого-то, заботы вообще, ну, правильности в моей жизни. Это вот именно она внесла вместе со своим баскетболом. Потому что то, что это воспитание мне дали, оно до сих пор остается. Правильные вещи какие-то, неправильные. Правильные, опять-таки, сборы, режимы, день. Вот это вот сформировало меня как полностью спортсмена. И в голове по сей день остались, что такое правильно, что такое неправильно. Ну, конечно, родители тоже внесли свой вклад, но именно вот по спортивной какого-то воспитания это все туда, оттуда. И не думала, что пойду дальше играть. А даже так? Даже не разглядывала вообще. Я даже, могу сказать, я даже на команду-то на нашу не ездила ни разу, смотреть было с кем-болом. Это было очень далеко, и нас никто не пускал. Вообще неожиданно, если честно. Да, попала я туда по такой системе, что там, видимо, видели, наверное, видимо, знали, что выпуск какой-то пойдет. Это Александр Иванович Петелин, на тот момент был тренером. Вот. Он, не знаю, откуда меня, он прознал про меня откуда-то. И он позвал девчонок еще, за нефтяник играла мама нашей девочки из нашей группы, которая выпускалась. Это Катя Грязнова. Ее мама играла за нефтяник на тот момент. И он позвал нас всех троих, девчонок и меня в том числе, попробоваться туда. Да. Ну, то есть он понимал, что если кого-то одного позвать, он позвал сразу всех, чтобы всех выбрать. Вот. И в этом числе... Хитро. Умно. Он взял всех на сборы, да. Мы все прошли сборы. Ну, как бы в итоге осталась я одна. И он меня сразу в первый же день засунул в первую пятерку со старшиками. То, что у них не было разыгрывающего, у них была катастрофа полнейшая. Он мне поставил, все, ты будешь играть, и все. А мне деваться некуда. Я встала такая... Я там помню, была Вероника Дудкина там, взрослые были. Еще Вера Чекони застала, она как раз в тот год ушла, к сожалению. Я такая, хорошо. Ну, коллектив тоже хороший, строгие девчонки, взрослые, но все были понимающие. Конфликтов не было никогда никаких. Все подсказывали, помогали. Ну, было очень волнительно. Потому что это примерно как старшие сестры они были тебе, да? Где-то оберегали, где-то там в игре могли напихать, там еще что-то. Ну, за справедливость, да, у нас было, да. У нас не было такого, чтобы кого-то вот выбирали. За справедливость, да, могли рыкнуть. Но это нормально, я считаю, что всегда так бывает в спорте. Ну, скажи, вот ты когда играла за команду профессиональную, ты определенные цели, ну, знаешь, обычно там как-то ставят перед собой цели, выиграть с командой медали. Или, допустим, попасть в сборную. Ну, я сейчас смутрирую ситуацию, но как бы там ни было, у тебя какие-то цели поступательного движения были? Или ты вот играла, играла и просто играла? Я просто играла в каждую игру, я знала, что мне надо выложиться от аду. Каких-то высоких целей не было. На тот момент не так, не так это было широко доступно, как сейчас. И, видимо, мало было, может быть, рассматривали мало. Но никогда я во внимании никогда не была. Мне вот один раз только Екатеринбург позвали. Но я уже была, не знаю, мне уже было, ну, как бы и то она сказала. Уже твой возраст немножко ушел, но я тебя заберу. Вот. И я такая, я думала-думала, и в итоге не поехала. Да, я осталась в Молдске. Хорошо. Баскетбол снится? Нет, не снится. Если бы, ну, гипотетически представить, что можно было машину времени включить, это мотать назад, Елена Мишкарева, что бы в своей баскетбольной карьере поменяла? Нет, я бы ничего не поменяла. Я понимаю, что были шансы куда-то уехать, и еще в юности уехать куда-то, набраться опыта. Нет. То, что произошло со мной в Омске, там, я бы, наверное, ни на что другое бы жить я не хотела. То есть ты довольна своей спортивной карьерой полностью? Конечно, я довольна. Когда близкие, любимые люди рядом, когда, опять-таки, близкие, любимые люди не болеют, что все у них хорошо. Ну, я счастливый человек, наверное, когда я занимаюсь своим делом. Это лично моего душевного состояния. Ну, очень важно, чтобы рядом вот был узкий круг людей, которые тебя верят, которые тебя поддерживают, когда есть опора. Я считаю, что из этого строится счастье и какая-то самоуверенность в себе, и как бы можно с такими рядом находящимися людьми двигаться дальше. Хорошо. Лен, скажи, а ты к новым вещам, ну, может, чему-то изучать, обучаться легко относишься? Я не знаю, там, ну, вот подняться, там, пойти на Эверест или, там, выучить монгольский, что-то такое. Ты к этим вещам спокойно относишься или это сложновато тебе, вот, браться за что-то новое? На новое? Ну, раньше думала, что, наверное, сложновато. Сейчас я понимаю, что наоборот хочется. Да, и хочется что-то новое, хочется где-то охватываться. Просто появилось, знаете, столько много времени появилось, и ты понимаешь, что у тебя этого времени просто не было из-за спорта, потому что очень сильно уставало. Где-то что-то не доглядело, не хотелось, опять-таки накопившаяся усталость. Этих вещей просто не замечаешь. А сейчас я понимаю, что я могу встать утром, мне не надо днем спать, потому что я безумно устала. Я могу заниматься какой-то умственной деятельностью и тоже так не выматываться. И мне хватает сил, в принципе, на семью хватает сил, там, на собак, опять-таки, на работу хватает сил. Я прихожу вечером, я еще делаю какие-то дела, это просто здорово. Ну, может быть, силы остаются после спорта, их некуда девать, вот и все. Тогда мы бегали как сумасшедшие, а сейчас этого нет, и поэтому хочется, куда-то вот их надо отдать. Ну, ты озвучила человека, который помог тебе в спортивной карьере. А есть человек, который, есть ли человек, который изменил твою судьбу? Есть человек, который изменил мою судьбу, это мой ребенок. Да, это вот, наверное, изменил мою судьбу. Вот. И сразу возникает вопрос. А хотела бы ты, чтобы твой малыш занимался в будущем спортом, профессиональным? Или такую судьбу, вот, что называется, не позавидуешь? Ну, я не могу так сказать. Я не могу решать за своего ребенка, во-первых. Я могу ему все, что угодно пожелать. Я, конечно, я хочу, чтобы он занимался обязательно спортом. Я хочу обязательно, чтобы он, вот знаете, как был, умел делать все, всего понемножку. А из этого всего понемножку, потому что жизни пригодится все. И коньки, и плавание, и игровые виды спорта разные тоже прекрасно пригодятся, чтобы он был универсалом. Захочет он пойти в спорт профессиональный, какой-то выберет один, который ему будет подходящий, у него будет получаться. Ну, и, слава богу, светлая дорога туда. Да, да. Если он еще параллельно будет учиться, ему это будет не мешать, это будет еще лучше. Ну, конечно, я за образование, чтобы, естественно, образование было и за учебу. Потому что, ну, в мое время я сама до этого доходила, что надо и то, и то, и чтобы обязательно хорошая профессия была. Вот сейчас я эти вещи хочу, чтобы у него это было, того, что мне чуть-чуть не додали, вот, в своем каком-то понимании. Лен, ну, у тебя есть какой-то сформировавшийся, я не знаю, какой-то девиз по жизни твой? Да, наверное, есть. Смех спасет мир, я так думаю. Вот так вот? Да, я позитивный человек, поэтому я, как бы, всегда стараюсь смотреть на все с улыбкой, не знаю. Во мне, наверное, много вот этого всего. Очень много, сильно много смеялось. Сейчас тоже продолжаю, ну, когда это получается. Ну, и, наверное, не припомнив фразы, что-то связанное с добротой. Мечта, от которой ты отказалась в жизни? Вот ты о чем-то мечтала, но, к сожалению, пришлось по каким-то либо причинам взять и отказаться. Я жалею, наверное, на то, что я не закончила медицинское образование. Да. Сейчас я хочу и жалею, что я тогда не закончила. Ну, это же можно наверстать. Можно, да. Но это вот пока я жалею только об этом на сегодняшний день. Кем ты хотела стать в детстве? Ой, в детстве я не знаю. Хотела свой приют со всякими зверями. Не знаю, ветеринаром навряд ли. Но вот что-то такое, потому что все время были какие-то… Спасала котят, собак, все волокла домой. У меня мама вешалась от меня. У меня папа такой все тащил, когда мы маленькие были, и я такая же. Вот как бы… То есть любовь к собакам – это вот из детства, да? Ну, любовь к животным, да. По всем это, да. Это, наверное, из детства. Что ты же собаками практически профессионально занималась и занимаешься, да? Да, да. Ну, занималась. Сейчас занимаешься. Они уже такие в возрасте, поэтому им уже заниматься так, чисто побегать, чтобы не скучно было. И мне тоже. Когда ты последний раз плакала? Ой… Вообще сентиментальный ты человек вообще? Очень сентиментальный. Я могу и без счастья плакать. И вот в последний раз она, по ходу, делает счастье и плакала. Ну, я могу и над фильмом поплакать. Я могу просто то, что докатилось, поплакать. Ну, чаще всего очень в последнее время это слезы счастья. Это здорово. Мы тут разговаривали с Романом Гусевым. Он рассказывал, говорит, я еду в машине, включу какую-нибудь музыку. Как на Кате, так я еду и рыдаю. Ну, я вот обычно под фильмы плачу. Продолжи фразу «я никогда не». Я никогда… Наверное, не высплюсь. До сих пор не отрасплюсь. До сих пор, да. Новый год или день рождения для тебя? Новый год. Почему? Ну, потому что праздник. Вообще, я люблю зиму, поэтому… Ну, здесь мы с тобой одинаково небрежные. Да, зиму я тоже очень люблю. Праздник, да. И нравятся эти снежинки, которые там блестят на снегу, когда ты идешь, фонарь светит какой-нибудь еще из детства. Такой старый фонарь. И ты идешь, и они тут переливаются, и ты такой идешь, шаг куда-нибудь. А ты любишь дарить подарки или ты любишь получать? Я люблю дарить подарки. Очень люблю дарить подарки. Вот. Я люблю, когда люди радуются. Как часто ты это делаешь? Как часто ты это делаешь? Очень часто делаю. Я дарю подарки не только на праздники, но, в принципе, просто. Не знаю. Я могу что-то написать у друзей на машине, когда просто машина стоит. Ну, то есть, потом этот человек придет, прочитает и порадуется. Я могу оставить какую-нибудь записку. Ну, как бы, такие мелочи частенько, да, по сей день могу совершить. Опять-таки, возвращаясь к теме Нового года, накануне новогодних праздников, мы обычно, ну, о чем-то мечтаем, да? У тебя есть какие-то традиции предновогодние? Может быть, новогодние? Ну, это, конечно, наряжать елочку. Это обязательно. Все вместе мы наряжаем елочку. Теперь уже и наш сыночек тоже наряжает. Ему нравится. Он сейчас уже такой сам уже все вешает. Как хочет, так и вешает. Мы вешаем прямо на комнаты большие гирлянды. У нас, как правило, в комнатах нету зимой, у нас нету никаких ламп. Мы включаем вот эти гирлянды, которые, не знаю, как это, оконные, наверное, называются. Да, да, да. Которых с улицы видно, и есть там режимы, и вот он приглушенный, который самый классный режим. Тихо-тихо, потихонечку тухнут, а потом потихонечку-потихонечку опять начинают. И он там так нераздраженный, вот еле-еле, не знаю, порхает вот так. Это круто. И еще обязательно мы ходим на какой-нибудь ледниковый городок кататься все вместе. Потому что берем плюшку и едем. Ну, здорово, когда вот ребенок, он как-то приобщает к этим детским праздникам. Я вот помню, нас всегда брали в санки, закутывали вообще во все это безобразие, которое тогда было. Да, да, да. Эти шапки, эти зайчи, уши и тому подобное, и катили на горку. И мы там катались, слазили по фигуркам, да. Ну, было круто. И вот мы сейчас, я пытаюсь тоже как-то, мы пытаемся это все принести ребенку, чтобы у него тоже это было. Ну, и сами радуемся, как дети, естественно. Лен, ну, Новый год на дворе. Поздравления. Поздравления. А мечам? Хочу пожелать, знаете, мечам, чтобы, наверное, все, что, как это не банально звучит, задуманное, сбылось. Самое желанное, о чем мечтается, наверное, свершилось все-таки. Ну, хочу пожелать семейного счастья, благополучия, чтобы в доме был всегда уют, взаимопонимание. Чтобы люди всегда находили общий язык и общались между собой, потому что общение – это, ну, главный залог счастья семейного. Вот. Ну, еще хочется пожелать как можно больше волшебства, чтобы на все смотрели с улыбкой, потому что не бывает безвыходных ситуаций. Лен, класс. Спасибо на самом деле. Елена Мишкарева, легенда омского баскетбола, омского спорта. Я тебя благодарю, что ты в наше время сегодня пришла на этот подкаст. Этот подкаст, напомню, был «Без вратарей». Меня все еще зовут Павел Сергеевич. И все, что мы тут наговорили, это было сказано в пресс-центре Министерства спорта по делам молодежи и культуры и спорта Омской области. Это вот МС – место силы.